Добро пожаловать в игру Stronghold 2, мой лорд. Небольшой курс обучения позволит вам освоить искусство строительства замка. В центре экрана находится замок Лорда, самое главное здание. В грядущем именно он станет местом великих сражений и грандиозных перов. Первым делом давайте научимся управлять камерой и перемещаться по карте. Чтобы переместиться по карте, просто подведите курсор мыши к краю экрана в желаемом направлении. Также можно использовать клавиши со стрелками. Попробуйте подвести мышь к краю экрана. Великолепно! Вращение камеры позволяет рассмотреть замок с разных сторон. Чтобы повернуть камеру, нажмите и удерживайте колесо мышки и подвиньте ее вправо или влево. Также можно использовать клавиши Ку и И. Попробуйте повернуть камеру. Правильно! Вы также можете приближать и удалять камеру. Для этого покрутите колесо мыши вперед или назад. Также можно использовать клавиши R и F. Попробуйте это сделать. Великолепно! Режим «План замка» позволяет взглянуть на замок вертикально сверху. Этот вид очень удобен, чтобы строить стены и замечать дыры в обороне. Чтобы включить его, нажмите пробел. Попробуйте это сделать. Хорошо. Теперь нажмите пробел еще раз, чтобы вернуться к обычному виду. Теперь, когда вы научились перемещаться по карте, пора приступить к постройке замка. В каждом замке должен быть склад, где хранятся дерево, камень и другие необходимые ресурсы. Щелкните левой кнопкой мыши значок склада, чтобы выбрать его как объект для постройки. Теперь выберите ровный участок земли, где нужно разместить склад. Перемещайте указатель мыши по главному экрану, пока не появится склад. Затем щелкните левой кнопкой, чтобы его построить. Теперь, когда у вас есть склад, нужно построить амбар, где будет храниться провизия для крестьян. Щелкните левой кнопкой «Амбар» и перемещайте указатель мыши по главному экрану, пока амбар не появится. Затем щелкните левой кнопкой, чтобы его построить. Великолепно, мой лорд. Только что вы заложили основу хозяйства вашего замка. Я поместил вам на склад некоторое количество дерева и камня, а в амбар немного мяса. Обратите внимание, перед входом в главный замок горит костер. Здесь собираются ваши крестьяне в ожидании работы. Ой, мне уже надоел стоять просто так. Ой, мне уже надоел стоять просто так. Надеюсь, мне найдут работу, а то я скоро засну. Чего-чего? Не нужно оплатить налоги? Ну и ну. Чтобы привлечь в наш замок крестьян, нужно поднять популярность. Если она будет выше 50, в замок будут приходить новые крестьяне, и мы сможем расширить производство. Если популярность упадет ниже 50, крестьяне начнут уходить, и наше хозяйство придет в упадок. Два самых простых способа воздействовать на популярность – это изменение уровня налогов и величины выдаваемых рационов. Чтобы получить больше сведений о замке, щелкните левой кнопкой мыши книгу отчетов. Сейчас выделена страница отчетов о популярности. Здесь отражены все факторы, влияющие на вашу популярность. Крупная цифра обозначает, как изменится ваша популярность в следующем месяце. Теперь щелкните правой кнопкой мыши, чтобы закрыть панель отчетов. Чтобы ваши крестьяне были счастливы, их нужно хорошо кормить. Пора занять безработных крестьян производством провизии. Один из самых быстрых способов пополнить запасы в амбаре – построить охотничью избушку. Охотники начнут выслеживать птицу и дичь и доставлять мясо в амбар. Чтобы построить охотничью избушку, перейдите на панель провизии – значок яблока. Выделите охотничью избушку. Хорошо. Постройте четыре избушки, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы закрыть панель строительства. Превосходно! В каждую построенную вами избушку придет крестьянин и станет охотником. Он будет добывать дичь и относить ее в амбар. Скоро наши запасы провизии начнут расти. Еда здесь такая однообразная. Неужели нельзя найти хоть что-то новенькое? Теперь, когда у нас больше провизии, мы можем с ее помощью увеличить популярность. Щелкните левой кнопкой мыши построенные вами здания амбара, чтобы открыть панель амбара и изменить выдаваемые рационы. Замечательно. Теперь щелкните тарелку с едой, чтобы установить полуторные рационы. Великолепно, господин. Благодаря щедрой раздаче провизии, наша популярность ежемесячно растет. С другой стороны, еда теперь расходуется значительно быстрее. Полоска в нижней части панели показывает скорость, с которой расходуется одна единица провизии. Также можно просто посмотреть на здание амбара и увидеть, как убывают его запасы. Теперь соблаговолите щелкнуть значок «Больше сведений» на панели амбара. На этой панели точно указано, сколько провизии у нас осталось. Здесь также можно установить, какие виды провизии будут есть ваши крестьяне. Как вы видите, крестьянам хватит провизии надолго. К сожалению, в нашем амбаре только один вид провизии. Разнообразие видов провизии для крестьян добавит вашей светлости немного уважения. Уважение – то, что следует ценить любому лорду. Его можно тратить на такие важные вещи, как получение нового титула, покупку поместья и обучение рыцарей. Давайте разобьем несколько яблоневых садов, чтобы крестьяне могли питаться и мясом, и яблоками. Таким образом, вы завоюете их уважение. У нас небольшое затруднение. Посмотрите на склад. У нас не хватает дерева на яблоневые сады. Чтобы увеличить запасы дерева, нужно построить несколько лесопилок. Чтобы построить лесопилки, щелкните панель производства – значок молотка. Теперь щелкните значок лесопилки. Наконец, мой лорд, построите четыре лесопилки рядом с деревьями. Великолепно! Скоро четверо наших крестьян станут лесорубами и начнут валить лес. Мы можем просто посидеть и подождать, пока они не доставят на склад достаточно дерева, чтобы мы могли разбить яблоневые сады. Еда здесь такая однообразная. Неужели нельзя найти хоть что-то новенькое? Ох, ничего себе, работенка! Ну и хватит! Господин, мы столкнулись еще с одной трудностью. У нас достаточно дерева, чтобы построить яблоневые сады, но нет крестьян для работы в них. Чтобы в замок пришли новые крестьяне, им нужно жилье. Давайте увеличим максимальное население замка, построив дополнительную хижину. Ну и хватит! Щелкните меню городских построек. Значок дома. Теперь щелкните значок хижины и постройте ее. Замечательно! Скоро прибудут новые крестьяне и усядутся у костра. В каждой хижине может жить восемь крестьян. И если наша популярность будет достаточно высока, в каждую построенную хижину будут приходить крестьяне. Хорошо. Теперь мы можем разбить яблоневые сады. Пожалуйста, щелкните значок панели провизии. Теперь выберите в меню яблоневые сады. Теперь разбейте три яблоневых сада. Лучше всего строить их рядом с амбаром, чтобы фермеры могли быстрее приносить урожай. Замечательно! Теперь крестьяне питаются и мясом, и яблоками. За каждый месяц, в котором ваши крестьяне питаются разными видами провизии, вы будете получать небольшую прибавку к уважению. Текущий уровень уважения можно увидеть на верхней полоске меню. А прибавка к уважению отображается в виде короны на дамбах. У вас когда-нибудь бывает дежавю? Теперь давайте обложим крестьян налогом, чтобы накопить золото на расширение нашего замка. Сначала надо построить сокровищницу. Щелкните панель городских построек, затем значок сокровищницы. Вот и сокровищница. Хорошо. Теперь давайте ее построим. Теперь щелкните левой кнопкой мыши сокровищницу, чтобы открыть ее окно. Добрый вечер, сэр. Сейчас у нас установлены низкие налоги. Ежемесячно мы получаем от крестьян небольшие деньги. Но при этом наша популярность снижается. Крестьяне никак не могут понять, что налоги – это благо. Можно повысить налоги, щелкнув значок мешка с монетами. Тем самым мы увеличим наш доход с каждого крестьянина. Но при этом наша популярность будет резко падать. Щелкните значок мешка, наполненного монетами, чтобы установить умеренные налоги. Хороший способ восстановить утраченную популярность – раздать крестьянам немного денег. Щелкая значок пустого мешка, вы сначала снизите налоги, а потом начнете раздавать деньги. Лично меня такие действия весьма расстраивают. Теперь, когда наше хозяйство начало работать, следует подумать о создании армии. Первым делом нам понадобится оружейное, чтобы хранить оружие. Чтобы построить оружейную, щелкните панель вооружения. Теперь щелкните значок оружейной и постройте ее. Превосходно! Я доставил в оружейную несколько копий. Чтобы создать войско, вам потребуется казарма, так что постройте ее. Великолепно! Теперь мы можем создать войска. Щелкните казарму, чтобы открыть ее панель. Сейчас мы располагаем достаточными ресурсами, чтобы создать два вида войск. Крестьян с вилами, на обучение которых нужно лишь немного золота, и копейщиков, которым помимо золота нужны еще и копья. Для создания войск вам потребуется соответствующее оружие, деньги и свободные крестьяне. Теперь давайте поведем войска в бой. Чтобы выделить одного солдата, просто щелкните его левой кнопкой мышки. Он поприветствует вас и будет ждать приказа. Чтобы выделить несколько солдат, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и обведите ею войска. Все подразделения, попавшие в рамку, будут выделены. Попробуйте выделить группу копейщиков. Чтобы переместить солдат, щелкните место, куда им надо отправиться. Сейчас нам надо подвезти войска к красному флагу около моста. Готовь! Копья! Теперь, когда ваши войска выделены, подвиньте карту немного к северу. Вы увидите разбойничий лагерь, который охраняет несколько бандитов. Наведите указатель на бандитов, чтобы он стал красным. Это курсор атаки. Как только курсор стал красным, щелкните левой кнопкой, и ваши копейщики пойдут в атаку на врага. Теперь я бы посоветовал разрушить лагерь разбойников, чтобы эти негодяи больше не угрожали нашему замку. Выделите копейщиков и наведите указатель мыши на лагерь бандитов, чтобы лагерь стал красным. Теперь щелкните лагерь, и наши копейщики его разрушат. Великолепно, разбойники уничтожены, и торговля будет процветать. Теперь самое время использовать часть полученного вами уважения на приобретении второго поместья. Подвиньте карту на север, пока не увидите поместье с зеленой стрелкой, указывающей на флаг в центре поместья. Щелкните центр поместья, чтобы открыть его панель. Щелкните кнопку внизу под названием поместье, чтобы его приобрести. Все идет превосходно, мой лорд. Это деревня, и окружающие ее земли теперь принадлежат нам. Излишки выращенных здесь яблок будут доставляться возщикам в наш амбар. Копья! Готовь! Чтобы посмотреть все поместья, которыми мы владеем, щелкните кнопку поместья слева от мини-карты. Красные поместья принадлежат вам. Давайте взглянем, что нам нужно сделать, чтобы завершить эту миссию. Чтобы посмотреть цели миссии, нажмите кнопку задания. Как вы видите, условия победы в этой миссии приобрести два поместья. Вы проиграете, если... лорд погибнет. Теперь вернитесь к игре, щелкнув правую стрелку в нижней части окна заданий. Поздравляю, мой лорд! Теперь вы умеете управлять замком и можете попробовать свои силы в одной из основных кампаний Stronghold 2. Вы хотите перейти к ним или останетесь еще ненадолго в этих землях? Помните, для победы в этой миссии вам нужно набрать достаточно уважения, чтобы приобрести второе поместье. Чтобы закончить эту миссию, щелкните кнопку меню в верхней части экрана и выберите команду «Выход». Удачи, мой лорд! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok